Скоро уже в школу. О, Амелька, ты такая молодежь, что сама собираешься в школу. А что поделаешь? Ты не забудешь, что еще выбирать канцелярию. Это же так скучно. А вот и не правда, это очень даже весело. Я бы и сама портфель собирала. Может тогда ты пойдешь в школу вместо меня? Я бы конечно пошла, правда я уже взрослая. Но в школе сейчас учиться и лучше, и веселей. И чем же сейчас лучше? Пойдем расскажу. Пошли. Вот раньше у нас, например, не было таких красивых и ярких вещей для школы, как сейчас. А какие у вас были тетради? Да обычные, с обычными рисунками, а то и без рисунков. Не то что сейчас, и пушистые, и яркие, и ручки были самые обычные, синие. А что еще изменилось? Раньше не у всех были компьютеры и интернет. Вот сейчас можно найти все что угодно, не вставая с места. Только нужно зайти в интернет. А раньше мы все искали в библиотеках и писали все от руки, а не печатали на принтере. Ничего себе, а я думала, что так было всегда. Ну вот, теперь ты будешь знать, что тебе очень даже повезло. Ладно, я от вас собираю рюкзак. Отлично, а чтобы было веселее, я придумала челлендж. Ура, я люблю челленджи. Челлендж называется нужное и ненужное. И что мне нужно сделать? Ты будешь выбирать из двух вещей. Один предмет положишь в рюкзак, а второй оставишь дома. Я готова. Ну тогда поехали. Поехали. Итак, начинаем собирать рюкзак. Первые два предмета. Чашка и ручка. Выбирай, что тебе нужно в школу. Боже, чашку на переменке буду, чай пить. Амелька, а что в школе важнее, писать или чай пить? Наверное писать. Возьму ручку, она меньше места занимает. Ну и отлично, тогда чашку я забираю. Да, это легкий челлендж. Просто нужно выбирать, что нужно в школе. Подожди, подожди.Дальше будет посложнее. Вот, что выберешь для школы? Тетрадь или блокнот? Какая разница, писать можно и там и там. Да? А по-моему в чем пишут в школе? Конечно в тетраде. Продолжаем. О, вау! О, эта ручка такая красивая, я хочу взять ее. Амелька, только ручка у тебя уже есть, а вот карандаша еще нет. А можно поменять? Нет, нет, это ведь не по правилам. Эх, хотела бы брать ручку, но придется карандаш. Карандаша у меня еще нет. Следующее. Можно рисовать и фломастерами, и карандашами.Как выбрать? Ну подумай хорошенечко. Возьму карандаши. Фломастеры могут отпечатываться. Ты точно уверена? Фломастеры я забираю. Да, я беру карандаши. А сейчас супер сложно. Это же не для школы. Да, но в твоем портфеле хватит места, чтобы взять еще что-то из этого. Мне хочется взять и то, и то. Решай, что тебе важнее, покушать или поиграть куколкой? Я выбираю, не знаю, но Барби такая красивая, хочется ее показать в школе. Значит ты выбрала Барби? Я выбираю яблоко, вдруг мне захочется перекусить. Ну хорошо, тогда Барби я забираю. Что дальше? Мне кажется, рюкзак уже почти собран. Ты ошибаешься, в школу нужно собираться очень внимательно. Вот следующее задание. Пластилин и альбом. Альбом нужнее, чтобы рисовать, а пластилин чтобы лепить. А вам говорили брать пластилин в школу? Нет, не говорили. А вдруг нам придется лепить на уроке, а пластилина нет. Раз учитель не говорил, значит вы не будете лепить. Тогда возьму альбом, а карандаши у меня уже есть. Отлично, давай дальше. Вот ластик и куколка Лол. Думаю это легкий выбор. Ты права, я выбираю куклу Лол. Ну почему? Ластик-то ведь нужнее. Ластик у меня уже есть. Точно, а ты внимательнее меня. На переменке поиграю с куколкой. Ну ладно, уже забирай. Идем дальше. Точилка и телефон. Бау, телефон. Хочешь выбрать телефон? Да, но наверное он не для школы. Значит ты не выбираешь телефон. Подожди, я еще думаю. Давай думай, но побыстрее. С телефоном весело, но что если у меня сломается карандаш, а точилки нету. С телефоном веселее конечно, а что если у меня сломается карандаш, он же важнее для школы. Ну так что ты положишь в портфель? Точилку. Молодец, это была проверка. Телефон бы я не получила, если бы выбрала. Хм, нет конечно, телефон отвлекает от учебы и я не разрешаю его носить в школу. А вообще точилка мне очень нравится, она красивая, с медведиком. Это еще не все. Фух, не знаю, что в школу надо столько всего. В этом платье я буду самая красивая в школе. А ты не хочешь посмотреть, что я еще тебе положила? Это обычный спортивный костюм, он мне не нужен в школе. Мне больше не нравится платье. А ты знаешь для чего нужен спортивный костюм в школе? Ребята, ставьте лайки и если знаете для какого урока нужен спортивный костюм. Точно, урок физкультуры, я совсем про него забыла, но все равно я выбираю платье. Точно? Ты будешь бегать на физкультуре в платье? Все дети ведь будут в костюмах спортивных. Ладно, ты права, беру спортивный костюм. Ну я бы посмотрела, как ты занимаешься в платье. Я уже выбрала, что дальше? Продолжаем. Это маркер, он помогает выделять важное в тексте. А это? Линейка, я знаю. Ну и что тебе нужнее? Как думаешь? Ничего важного мы пока не пишем. А если что, я могу выделить цветными карандашами. Ну так что? Линейка? Да, линейка. У меня и карандаш есть. Давай. А ты умеешь выходить из сложных ситуаций. Дальше. Мне нужен пенал. А ножницы? Вдруг вы что-то будете вырезать? Может быть, но я все равно выберу пенал, чтобы ручки не валялись по всему портфелю. Ну да, логично. Рюкзак почти собран. Осталось совсем немного. Дневник и клей. Я выбираю клей. А что собралось клей? У тебя ведь даже нет цветной бумаги. Не хочу брать дневник. Вдруг мне поставят туда плохую оценку. Но если ты не возьмешь его, учитель может ругаться. И что, мне лучше взять дневник? Мне кажется, он нужнее. Ну ладно, беру дневник. Давай, клади в портфель. А еще что-то будет? Ну конечно, сейчас. Что выберешь? Конечно, планшетик. Но это не простой планшет, есть маленький подвох. Я уже поняла, для чего этот планшет. Ну и для чего же? Чтобы не носить много книг. Правильно, все книги уже здесь. Это все? Ну почти. Амель, это все вещи, которые ты не выбрала. Я так и знала, что это все можно взять в школу. Нет, из этих вещей ты можешь еще выбрать один предмет. Здесь столько всего, чтобы выбрать. Выбирать то, что пригодится тебе в школе. Платье не пригодится, пластилин не хочу убрать. А сколько ты ручек берешь с собой? Тут одна лежит. А что ты будешь делать, если она закончится? Не знаю, просить у друзей наверное. Именно для этого и берут запасную ручку. Точно возьму эту ручку, она красивая. Хороший выбор. Все, я готова идти в школу. Ну и последнее задание. У тебя есть одна минута, чтобы взять любой предмет из дома. Всего один. Отлично я побежала. Время пошло. Пупся слишком большая. Нет места в рюкзаке. Может в школе я получу, чтобы спать? Нет, перемена слишком короткая. Нет. Не подходит. О! Стикеры мы можем украсить. Тетрадь или дневник. Возьму их. Что, выбрала стикеры? Да, украшивай мне свой дневник. Ну ты только сильно не увлекайся, ладно? Ребята, ставьте лайк, если тоже любите клеить наклейки. Ну все, парфель готов. Теперь иди и переодевайся. Хорошо. Вот мы каждый день собирать рюкзак так весело, как сегодня. Да, но только главное собрать пакет с вечера, чтобы утром не спешить. Ну все, я готова. Вперед в школу.